Банки, бутылки, обертки – все это зацвело вместе с цветами в лесопарке. Именно такая картина открылась перед взором туристов. Круизный лайнер Александр Свешников на 140 мест причалил в лесопарке в 11 часов утра. Путь судна лежит из Нижнего Новгорода в Москву. Туристы уже побывали в Касимове, а теперь причалили в Рязани. Пристань де Баркадр пришвартовали буквально 6 мая, но речники не ожидали, что скопившуюся после разлива грязь никто не уберет. В Рязани убрано, но вот здесь просили город, чтобы навел порядок. Пока еще, сами видите, немножко не доработали. Наверное, слишком рано пришел теплоход. Не готовы встречать туристов. Александра Стриженова приехала в Рязань из Москвы. Наш город она посещает уже второй раз. И не перестает удивляться, как здесь уживаются древние истории. Красивые здания, приветливые люди и столько грязи. Ну, конечно, это очень печально. Конечно, да, это очень грустно, очень печально. Очень много мусора. Очень город грязный. С целью повышения туристической привлекательности региона губернатор Николай Любимов еще в прошлом году дал указ построить постоянно действующий причал. По данным одного из информационных ресурсов, планировалось инвестировать в проект порядка 25 миллионов рублей. Ввести новый причал в эксплуатацию хотели уже в середине лета этого года. Пока здесь по-прежнему стоит дебаркадр, который тоже дает возможность туристическим теплоходам причалить, а туристам насладиться видами Рязани. Вот эта часть очень шикарная, но грязно. Грязно. Там, правда, вас вырубают, но хотелось бы и скамеечки. В прошлом году здесь был красивый город, только до причала далеко добираться. Пришлось на такси ехать. Да нам нравится ваш город, и Кремль очень даже нравится. Вы очень доброжелательные люди в городе, так что все хорошо. Туристам, конечно, наш город понравился, но первое, что они видят, причалив к пристани, лужи, грязь и мусор. Мария Рудая, Юлия Пятинского, телекомпания «Город».